На этом слайде я привел термины, которые пользуются мерафизиологи, которые умеют использовать генуальные терапии и их аналоги. Собственно говоря, метамер – та часть, та единица, о которой всегда думать, и если какие-то рефлексы происходят, то не происходят во всем этом метамере. Слажено, обращу внимание на степень свободы движения, потому что если на конечностях степень свободы движения у человека детерминируется направлением и формой суставных поверхностей, во многом, то туловище – это та часть, которая позволяет человеку двигаться фактически в любом направлении. Да, притула этого движения не очень велика по изменению формы тела, но мы видим, какие бы чудевые формы она может поднимать, например, на пациентах с сколиозом. Или если вам надо тянуться, сидя со стула, в какой-нибудь заклижке, которая располагается сзади, или в автомобиле заклижка, которая располагается сзади. Таким образом, механические фактики меняют параметры конкретного элементного входа, поля, и меняют функциональные работы, функциональные двигательные системы. Мы это можем увидеть в тесте, в различных тестах, функциональные асимметрии, в первую очередь, в тесте флексиона по эксигурче-самороку. Актуален тест СИН, в первую очередь, использование ЕО для оценки асимметрии медиальной двигательной системы. Но он используется в большинстве локальной работы мышц. И, собственно говоря, использование этих простых технологий позволяет быстро пациентам, у постели его, примите решение, выполнить какие-то мероприятия, натянуть кожу в другую сторону, попросить лечь, принять позу в соответствии с рецептовой умоли. Отношение моего к самоусиле подавить диаграмму легко, выполняя эти задания. Ему будет необходимо меньше применять лекарств, меньше, соответственно, поточных идей. Легче будет переноситься операцией, если она необходима, восстановительный период после него будет значительно легче. Таким образом мы не сможем, владея этими простыми способами, и специалисты разных специальностей смогут помочь пациенту. В итоге будет профессионально. Здесь, на этом слайде, со спины, девочка со спиозом, и видно распределение рецептовой активности, и рефлексоторами, и туловищей. Тут, я думаю, понятно, потому что мы сейчас используем. Здесь вот синие вот эти места помечены там, где мы видим фиксотор, и там, где нет вот эти места, это там, где распределение отношений. Мы видим просто, что с этой стороны рец быстрее и еще двигается. Если вы закрепили, ну, слепая у человека, можно попытаться закрепить какой-нибудь удобный, и будет, ну, это удобно. Таким образом, фиксионный прескопрофессор Саналков, в оценках национальных веков, в Министерство, в ВИГУ, ЭС, да и ЕС, идеальная вековая система северных алкогольных мышц, позволяет нам и вылечить человека от головной боли, изменить именно силы и мышцы его плывуща, таким образом, что он поддерживает себя более прямо, уменьшить болевой синдром, в туловище и конечностях. А также этот фиксионный тест легко применять для того, чтобы, если плохо работают ноги или боят ноги, да, то для оценки значимости этого филентного поля медиальная двигательная система будет просто таким критерием для оценки вместе с ним объединить и понимать правильно, как работают интернироны в поясничном отделе или неправильно для активации работы. Но, хочу отметить, что движение человека в любом направлении, не предуготовленным в каком-то одном, это значимая эволюционная часть наша, и как вообще биологическая, любого организма, ну и человека в первую очередь. Вспышка справа, упасть надо влево. Вспышка спереди, упасть надо сзади. Вспышка справа, а человек упадает прямо. Вспышка слева, а человек старается упасть опять прямо. Собственно говоря, таким образом происходит у человека при любых движениях, когда у него есть какая-то вот такая детерминация в двигательной активности. Он хочет идти прямо, а у него туловище своими частями работает в одну, в другую сторону, а он в итоге, конечно, пойдет прямо. Или тазобедрелем сустава, и они мышцы настроены, и первое движение, куда-нибудь, в сторону, не согласованно, а идти на прямо. Соответственно, там будут возникать какие-то микрорасходы, и долгие работы их, и таким длительно повторяющимся образом будет формироваться подгенетический механизм, в их повреждении. И это, в общем, доказанная часть мышечных социальных болевого синдрома. Это работа Казанской школы неврологов. Русская школа медицины – это высшая клиническая лечебная школа, основанная на принципах фундаментальной анатомии и фундаментальной физиологии, интегрированных с владением, абсолютно комбинированным применением эффективных, безопасных, мягких методов регуляции двигательной системы, преимущественно с активацией афферентного рецепторного входа, модулирующей активность собственной нейронной сети спинного мозга в национальных эффективных системах длительных мягких методов. Ну, это, еще раз, театрия Непаля, которые занимаются специалисты различных специалистей – ортальмологи, ворврачи, ортодонты, стоматологи, ортопеды. Ну, а по телу дальше – мифрологи, и каждый из этих зон, в общем-то, рассматривается отдельно. Ну, мы будем рассматривать сегодня, в основном, две – это наша голова и челюсти. Ну, стоп. Ну, я, собственно говоря, применяю такую технологию, которая целенаправленно контролируемая биологической обратной связью, механически и рефрикторно регулирует медиальную двигательную систему. Ну, в этой технологии исследуются формы тела, и изменение формы тела в зависимости от направленного распределения давления на тело и модуляции аффилентных ходов. Ну, это позы, сотрудничественные движения, давление, мягкими, медленными ренуальными мышечными скелетами медицины. Это упражнения для обучения позового движения, выполняемые ежедневно по востребенности пациентами. Форма и сопротивление материала в опорной поверхности индивидуальных отрезок статы полного контакта медицинской системы «Фарктотикс». В начале Байкл в Новой Зеландии придумал обувь симортизирующие и направляющие подошвы типа «Мирилл». Добавлю, что и белорусы делают, и в Европе делают, но это просто более доступное здесь, в оружии. Форма и свойства материала, уменьшающего распределяющего средственное давление на тело в ортезах после наиболее распространения из термо-верско-эластичного материала Тинкул. Он наиболее количество физиологических исследований имеет и придумывался физиологами Америки для распределения давления космонавтом в скафандре, а затем использовался дальний симпсистем уже для спальных систем, для противопрочных систем медицины, для спальных систем пациентов, когда была отмечена активность в отношении болевых симптомов в мышечных целях. Очень интересно – это позы на стуле с клиновидным сидением типа «ЗР». Отмечу, что клиновидный стул использовал, клиновидные сидения использованы «Миронов». Это ортопед наш пароматический, гипотезный в областной больнице. Они в поликлинике сидели на клиновидных сидениях вместе с медсестрой. Так что все это не такие уж новые вещи, но их целесообразно применять и для наших пациентов, и я это предлагаю к использованию докторами. И, что самое важное, не просто назначить и проконтролировать, как это у пациента будет. То есть, посоветовали эту вещь, но пациенты ее одели, если ее там, ну или посадили его в этот стул, посмотрели, как двигаются, насколько симметрично двигаются его мышцы горофлексилов. Точнее, ваши пальцы на его туловище, насколько симметрично двигаются. Очень простая вещь. Ну, можно и посмотреть тест силы, как он реагирует справа с вверх. Ну, и, что хочу отметить еще вот, изменение положения нижней челюсти, околизированным разобщенным генетическими системами миобрейс, тренерами. Это индивидуальные карты, которые назначаются пациентам не с целью, изменить их направление зубов, роста там, а как раз изменить положение нижней челюсти или распределение напряжения и длины мышц во рту. И, таким образом, опять же, проконтролировать, каково будет состояние туловища пациента, ноги или руки, в зависимости от того, какой рефлекторный феномен мы хотим добиться у него. Простейший способ, опять же, посмотреть асимметрию двигательной системы, флексионным тестом. Ну, популярные сейчас развиваются это ортезы частей тела, фирмы ВИДИ, Орлит, Бойер Файнд, Трибис, другие, я не все знаю, но развивается то, что в этих фирмах, то, что именно давление является значимым. И, соответственно, надо посмотреть на ортезе, нет ли у него каких-то ниток, каких-то этих обметок, которые будут слишком сильно давить, и пациент минут десять его поносит, и мы увидим, что желаемого эффекта мы не убиваем, падает силу мышц, или возникает асимметрия двигательной системы. И если мы надели более раз большую плавность распределения давления и более правильно, то мы увидим его функцию, улучшается направление движения, по приличности сила мышцы возрастает, и в фиксированном тесте мы увидим в соответствующем сегменте, в соответствующем сегменте мы видим увеличение симметрии. Для этих целей можно использовать одежду, заколки на волосах у детей. Модный тату и пилсинг наносит достаточно. Вреда нашим пациентам тоже. можно, наверное, это использовать в лечении боли. И, конечно, нельзя забыть и объективное ортопедическое обследование, которое в своем основе также мы смотрим на асимметрию тела, на асимметрию ключиц, плечей, таза. Это тоже нам говорит об этом. Это тоже можно использовать, когда мы делаем, что-то на человека. динайминг рекомендуемый ореном это менее достоверное, причем меньше на этом можно отследить. Но в некоторых случаях это помогает. Ну, еще я использую социальнический анализ функционального метаболизма. Социальнический анализ – это терминология психологов и теории функциональных систем. Системологи, они так называют, а у человека это как раз комбинация его сенсорных и двигательных систем, которая типова в популяции. И если мы типировали, если мы увидели какую-то такую или иную типовую комбинацию, то мы сможем и предложить нам методы лечения. Самый простой способ это увидеть. Есть люди гибкие, чаще всего децепрогные взаимоотношения и очень много во фракционном тесте много асимметрии. Или люди, которые как палка стоят, то у него всего лишь 2-3 изменения и распределения в фракционном тесте будет у больших блоков. Да, так работает сенсорная двигательная система. Есть темные отношения таких людей. Национальные и рациональные, например. Это то, что можно использовать, чтобы не лечить там, где надо лечить, соответствующие рекомендации человеку дать, чтобы по физкультуре, например. И вот такая темная мышцискелетная медицина это медицинская дисциплина расширенной знаниями и совершенствованных навыков в диагностике, физикальной и эмоциональной терапии, механической и фракционной и предотвращения функциональных оборотимых нарушений опору двигательного аппарата и особенно позвоночника всей двигательной системы, совлечения пациентов в терапевтическую деятельность, совлечения и исключения импульсных и громких техник. Это определение сформировано на основе определения международной организации бенуальной медицины или бенуальной мышцискелетной медицины в фильме. Публиковано в журнале «Бенуальная терапия» за номер 2 в 2007 году. Картину, которую Дождик нарисовал, он так сэссоциировал «Блечный путь». Собственно говоря, наша задача из каких-то вот этих вот разрозненных знаний создать свои мозги, которые, в общем-то, есть и впрочем. Крис Павров из Австралии был в ноябре с авторским фоксом дневным, чем имел удоб и счастье присутствовать. Он создал 5-ми обрез крапок, которые разного степени сопротивления материала. В первую очередь для того, чтобы лечить у детей аномальные при своем аномальном развитии зубов. Ну, а теоретическая основа вот такая. реципрокные отношения круговой мышцы рта с одной стороны и языка и их антагонисты мышцы шеи, также вот я тут отметил подбородочные мышцы. Вот они являются тем, что формируют распределение давления в полости рта и распределение давления на шины позвонки, ну, по крайней мере, в верхней шейной модели. И это и приводит к изменению установки головы и шеи, то есть передняя установка головы и шеи, когда переднее положение головы и шеи меняется на вертикальное. То есть, для того, чтобы активировать рефлекс выпрямления, достаточно правильно расположить язык, и мы знаем это из тази цуань, из цигуны, из вот этих практических вещей головы и вот это местоположение возникает поменяется в их системах тонировок. Таким образом, активация головы и мышцы рта приводит к уменьшению симметрии головы и задней мышцы шеи, вертикальное положение головы и шеи, улучшение кровы и лимфа до увеличения диаметра воздухоносных путей, формированию зубов и улучшение боевых синдромов в шее. На этом слайде мы видим круговая мышца рта и медические мышцы, их ципротное взаимоотношение. в данном случае упражнения косметологии подобные есть с округлением с тем, чтобы набрать воду, с тем, чтобы щечную мышцу уменьшить мышцы 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 все это с вышла всего одна мышца делает со всеми эти конусы мышцы языка приводит к уменьшению тонуса мышц лица вкладывания в кожу, улучшению крово-лимфооттока, улучшению цвета лица, улучшению иммунных свойств кожи лица, в отношении того, что находится в угли, улучшению иммунных свойств рата бурки, высоводки. Когда мы теперь подставляем просто на простой слайд это необходимое нам ферментное поле, мы сможем прогнозировать изменения, которые возникнут на теле человека в соответствующих кинематических цепях, если мы их подставим здесь все равно и вам можно проанализировать то есть таким образом если у человека плоскостопе, мы, конечно, можем посмотреть, какой он язык в рту. Хочу отметить, что рефлексы с шеи на туловище и с шеей на конечности они очень мощные и такое дагонистическое или нелецитротное постоянное опорное положение в шее оно деактивирует мышцы туловища на конечности они становятся более слабыми и это легко демонстрировать пациентам когда мы проводим либо мероприятие реальной терапии того, что с шеей либо просим ортез даже вот положить и как моментально является восприятие тонуса во всем теле человека и в нужном направлении. это где мы говорим и и Продолжение следует...